О собственном доме мечтают многие, но начиная с строительства все без исключения сталкиваются с проблемой выбора материалов. Самый главный вопрос, из чего же все-таки возводить стены? И сегодня мы постараемся помочь вам сделать этот нелегкий выбор. Крупноразмерные строительные блоки уже давно и довольно серьезно потеснили стандартный глиняный кирпич. Во-первых, на их укладку требуется меньше времени, во-вторых, это гораздо дешевле. На сегодняшний день существует два основных материала. Это газосиликатные блоки и керамические блоки, которые называют еще крупноформатные, порезованные или теплой керамикой. Эти два материала принципиально различаются. Попробуем разобраться в особенностях каждого из них. Газосиликат — это разновидность ячеистых материалов, получаемая из смеси извести, молотого или мелкого песка и воды с газообразующими добавками. Чаще всего это алюминиевая пудра. Первые попытки производства газосиликата были сделаны в начале 20 века. В 1924 году был получен патент на данный материал. В дальнейшем газосиликатные блоки стали производить автоклавным способом в Швеции, а затем и в других странах. Специалисты в сфере строительства утверждают, что по сути этот материал неплох, но в то же время при работе с ним нужно учитывать некоторые особенности. Так, например, при укладке газосиликата стоит обращать внимание на размеры длины, ширины, высоты блоков и строго следовать этим данным. Производитель указывает их, учитывая прочностные характеристики для лучшей эксплуатации изделия. Следующий момент, который стоит учитывать при строительстве, это марочная прочность материала, то есть то количество килограммов, которое держит изделие на квадратный сантиметр. У газосиликатного блока она обычно не превышает 50, а это ведет за собой скрытые платежи. Так, например, на такой блок вы не сможете уложить плиты перекрытия. Соответственно, для того, чтобы смонтировать плиты перекрытия, допустим, второго этажа, нам обязательно нужно изготавливать армпояс. То есть, соответственно, что это такое? Это установка опалубки по всему периметру, это металл, это утепление, это бетон, это работа бетонщиков. И, соответственно, мало кто из продавцов говорит об этих дополнительных расходах, которые ждут человека. Следует учитывать и тот факт, что газосиликат набирает свою прочность благодаря его обработке горячим паром. Соответственно, водонасыщенность такого материала составляет 40, 50, а иногда и 60 процентов. Если люди покупают, допустим, газ в бетонной блоке зимой, то такое изделие, оно вообще не успевает просыхать. То есть оно сырое выходит, сырое на складе лежит, вода вся внутри замерзает. Потом, вот особенно, если многоэтажные дома зимой возводятся, допустим, мы видим везде заполнение из газосиликатных блоков, то такой блок, он сам по себе сырой. Поэтому в таких помещениях, после того, как он начинает высыхать, неизбежно появляются трещины на стенах. По результатам проведенных исследований было установлено, что в стенах дома площадью около 200 квадратных метров, построенного из керамических блоков, по завершению строительства содержится порядка 400 литров воды. В стенах дома той же площадью из газосиликата может содержаться до 2500 литров. Так что следует иметь в виду, после полного высыхания газосиликат дает усадку до 3 мм. В связи с этим всплывает еще один минус газосиликатных блоков. Их необходимо укладывать только на ленточный фундамент. Не все просто и со штукатуриванием. Обычным цементным раствором здесь не обойтись. Для этого материала подойдет только гипсовая или цементная известковая штукатурка. Специалисты отмечают, что гипсовая штукатурка – материал экологичный, с ним легко работать, однако она не защитит ваши стены от грибка и плесени. Гипсовую штукатурку использовать можно, когда блок уже просох. А просыхает он, к слову сказать, приблизительно через год после того, как вы внутри дома дали отопление, и вся влага выйдет наружу. Соответственно, для такого блока нужно использовать только облегченные цементные известковые штукатурки, так как щелочь, входящая в их состав, убивает плесень и грибок. При строительстве дома из газосиликата в том случае, если вы ведете отделку облицовочным кирпичом, необходимо оставлять вентилируемый зазор. Делается это из-за разной плотности материалов. Если мы сделаем облицовку впритык с газосиликатным блоком, не делая вент-зазор, то влага, которая содержится в блоке или появляется внутри помещения в процессе эксплуатации, она не будет выходить наружу. То есть вы ее, получается, снаружи запираете. И это, конечно, неизбежно повлечет к тем вещам, которых я сказал – грибок, плесень, сырость и так далее. Чтобы этого избежать, в шов кирпича монтируется специальная коробочка через отверстие, которое поступает в воздух и естественным образом происходит вентиляция. Еще один момент. Газосиликатные блоки необходимо укладывать на специальный клеевой состав, изготовленный из сульфатостойких цементов, иначе произойдет коррозия шва. Газосиликатные блоки Для этого необходим армпояс, специальные клеевые составы и штукатурки. Армирование требуют и сами блоки. А также вам придется использовать специальные вентиляционные приспособления. Все это значительно удорожает процесс строительства. Теперь попробуем разобраться с керамическим блоком. Для начала выясним, что он из себя представляет. Керамический блок — это искусственный керамический камень сложной формы, предназначенный для кладки стен и перегородок. Высокотехнологический строительный материал, представляющий собой замену пустотелому кирпичу, получаемый способом формирования и обжига глины. Появление первых паризованных керамических блоков можно отнести к 80-м годам прошлого века. Именно в это время в Испании и Италии была запатентована технология производства новой, теплой керамики. В настоящее время патент на производство паризованных керамических блоков приобретен в 32 странах мира. Основным материалом для изготовления керамического блока служит глина, в которую помимо воды добавляют выгорающие добавки. Паризаторами могут служить переработанные древесные опилки, солома, торф, рисовая шелуха и многие другие материалы. То есть это та вещь, которая при обжиге в процессе вот этих высоких температур должна выгореть и оставить внутри микропоры, которые будут являться дополнительным теплоизолятором. В отличие от газосиликатного блока, который должен покрываться клеем со всех сторон, в теплой керамике раствор наносится только на постель, а с боков блоки соединяются на сухую. В связи с этим у многих возникают предположения, что такой шов будет продуваться ветром. Однако законы физики и многочисленные опыты полностью опровергают этот миф. Каждый поворот колена, допустим, в вентиляции снижает проходимость воздуха на 15%. В данном случае вы можете посчитать, сколько здесь поворотов, да, и где-то уже чуть меньше к середине блока движение воздуха полностью останавливается. Соответственно, укладывая раствор только на постели, соединяя блоки на сухую, каменщик выполняет большие объемы работы с высокой точностью. А марочная прочность керамического блока составляет 100, а иногда и 125 килограммов на квадратный сантиметр. Это говорит о том, что такой материал можно использовать на сборных фундаментах. Кроме того, на эти блоки спокойно монтируются плиты перекрытия. Керамические блоки различаются по размерам, что дает возможность выбрать оптимально необходимый размер именно для вашего объекта. Минимальный керамический блок вмещает в себя чуть более двух стандартных кирпичей, а максимальный порядка 14,5. Самый большой плюс теплой порезованной керамики по отношению к газосиликату, и я бы назвал его действительно основным, это теплая емкость материала, то есть его эффективность, его способность отдавать тепло. В том случае, если у вас отключили отопление, такой дом из керамических блоков будет остывать гораздо дольше, чем газосиликатная постройка. Ну а в ходе эксплуатации дома из теплой керамики, особенно если у вас стоят термодатчики, вы наверняка почувствуете уменьшение расходов на коммунальные платежи. Керамические блоки – материал паропроницаемый, следовательно, на него можно укладывать облицовочный кирпич без вентиляционного зазора. А чтобы избежать потери тепла через швы, следует использовать качественные кладочные растворы. Компания «Брикус» рекомендует растворы фирмы «Квикмикс» – LM21 и LM21P. Это материалы сделаны на основе перлита. Перлит – это вулканическая порода, по своей структуре напоминает, в принципе, пемзу. В одном случае, значит, LM21 – это стандартное изделие на «Квикмиксе», называется обычный теплоизоляционный раствор. А вот маркировочка «П» в данном случае, вот эти вот черные точки означают, что в этот раствор еще добавлен пеностекло. Соответственно, этот материал является, я могу это сказать с уверенностью, самым теплым на сегодняшний день из всего, что представлено на рынке России. К слову сказать, теплопроводность керамических блоков у всех производителей разная и имеет средний показатель 0,16. Один из способов определить более теплый блок – это обращать внимание на его вес. Чем он меньше среди блоков одного формата, тем блок теплее. Однако некоторые производители просто уменьшают толщину наружных стенок и увеличивают пустотность, не работая над составом паризатора и тем самым делая блок легче, но не теплее. В компании «Брикус» о таких производителях знают и своими знаниями делятся с клиентами. Если, допустим, не сильно загоняться по вопросам теплопроводности и, к примеру, до этих, до десятых не смотреть, то выбирать сюда нужно по цене. Честно и откровенно говоря, все блоки, они плюс-минус одинаковы. И, допустим, нет разницы построиться из Сталинградского завода или из завода, допустим, Гжельского. Здесь нужно просто смотреть по таким вот показателям, что, допустим, блок, который подешевле, может иметь чуть худшую геометрию, да, что может привести к незначительному перерасходу кладочного раствора. Конечно, обо всех тонкостях лучше узнавать у профессионалов. В салоне фирмы «Брикус» вам помогут определиться с выбором материала и развеять существующие мифы практическим путем. Мы у своего офиса сделали такую вот наглядную инсталляцию, подвесили разные форматы керамических блоков на обычное крепление анкерами, да. То есть здесь они висят, под ветром их продувает, они все время туда-сюда болтаются. Хочется сказать, что миф очередной о теплой керамике, что в нем не держится анкер, в очередной раз развеян. Подведем итоги. Очевидно, что теплая керамика, несмотря на большую стоимость, выигрывает. В доме из керамических блоков зимой будет тепло, а летом прохладно. Ее можно класть на любой тип фундамента, она абсолютно паропроницаема, а раствор кладется только на постель. Единственное, вам придется чуть больше потратиться на качественный кладочный материал, дабы холод не проходил сквозь швы. Делаем вывод, керамические блоки, несомненно, достойны знака качества. Такими же прочными, как кирпичи, могут быть зубы. А кто из нас не мечтает о крепких здоровых зубах и ослепительной улыбке? К счастью, достижения науки и медицины продвинулись настолько далеко вперед, что опытные стоматологи могут позволить себе посоревноваться с природой в создании идеальной улыбки. Я предлагаю посмотреть, как они это делают. Сегодня в мире нет людей с абсолютно ровными зубами. Улыбки актеров, звезд шоу-бизнеса, американских политиков – есть не что иное, как виниры. Тончайшими фарфоровыми пластинками замещают внешний слой зубов. Вся процедура напоминает работу ювелира. Выбор специалиста, к которому обратились мы, не случайный. Стоматологическая клиника «Жемчужина» – одна из передовых в нашем городе. Ее уникальное оборудование позволяет делать протезирование зубов всего за несколько часов. Благодаря компьютерной технологии CEREC 3D восстановление и протезирование зубов в стоматологии вышло на новый уровень. Она настолько эффективна, что многие ученые называют ее технологией 22 века. При помощи этой технологии, каткам-системы, при помощи этого оборудования, производства немецкой фирмы «Серона», которая называется оборудование CEREC, «Как мы вам можем изготовить эти зубы в течение пару дней». То есть всю вашу улыбку поменять, сделать ее идеальной. Поменять форму зубов, поменять цвет зубов. Сделать так, чтобы вы улыбались. Особенно важно, что применение безметалловой керамики не требует сильно обточки зуба. Зубы будут обтачиваться минимально. Это вот, если говорить о передних зубах, вот я стрелкой показываю на компьютере. То есть они будут обтачиваться только вестибулярно, то есть наружная часть. Минимально. И внутреннюю часть мы трогать не будем. Где-то до 0,3 мм будет обточка ваших зубов в пределах эмали. Сегодня это самая популярная в мире система компьютерной реставрации зубов. Процедура занимает несколько часов. Сначала производится съемка камерой, а затем информация передается на компьютер, где в течение 15 минут происходит моделирование зуба. Точность такой съемки позволяет идеально повторить его поверхность. Ваши зубы мы отсканировали, обточили, отсканировали и перенесли сразу в компьютер. Вот она в 3D-модели. Мы начали моделирование с боковых зубов. А потом уже перейдем на передний отдел ваших зубов. И вместе с вами вы даже сами можете поучаствовать в моделировке, в дизайне ваших же зубов. Посмотреть, где вам больше нравятся и какие. И вместе с вами будем моделировать ваши зубы. Добиваться идеальной улыбки. Вместо пломб – керамические вкладки. Даже если зуб сильно разрушен, то его можно полностью восстановить с помощью винира. Существуют разные блоки по цвету, по форме и размеру. Подбираются они индивидуально. Если у традиционных видов протезирования, то есть изготовления коронок, там определенный срок службы, по разным показаниям, от 3 до 5 лет и так далее, то у этой технологии нет срока службы. То есть нет срока того, что можно сказать, что в течение этого времени надо поменять. Здесь долговечный вид протезирования. Поэтому можно сказать, что поставили, сделали и забыли. Самое главное преимущество этой технологии заключается в абсолютной точности. После съемки 3D-камерой и моделирования конструкции компьютер связывается со шлифовальным блоком по радиосвязи и под контролем программы выпиливает и вышлифовывает покрытие будущего зуба. Фарфоровые виниры имеют ряд преимуществ по сравнению с другими методами косметологической стоматологии. Именно стоматологический фарфор более точно имитирует форму поверхности зуба, а именно эмалия. На них никогда не бывает пятен. И это наиболее гладкий и непроницаемый материал. Ему не страшны виной табак, кофе и чай. Поэтому можно еще раз сравнить две улыбки. Голливудская, обычная. Делаем вывод. Инновационная технология реставрации зубов винирами достойна знака качества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова